По традиции заседания аппаратный глава района Андрей Кулаков начал с небольшого отчета о значимых событиях прошедшей недели. 21 июля Раменский район посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх провел богослужение в храме Казанской иконы Божьей Матери в селе Марково. Его визит в Раменский район был приурочен к 20-летию возрождения подворья монастыря. Патриарх много хороших, добрых слов сказал и в адрес обители, и в адрес всех помогает восстановлению. Помогал восстановлению и поддерживает сегодня это подворье. Достаточно высокий круг осей был, естественно, губернатор посетил эту службу, это мероприятие празднуло 20-летие. Были два года депутат Государственного дома, Слуцкий Леонид Эдуардович и Ересин Владимирович. Была Захарова Мария Владимировна, представитель МИД России. Поэтому, конечно, такое мероприятие было достаточно высокое. 17 июля в Одинцове прошла встреча губернатора Андрея Воробьева с лидерами общественного мнения региона. В ходе мероприятия были обозначены планы по дальнейшему развитию Московской области. Отдельное внимание было уделено вопросам здравоохранения. Это создание всех условий для улучшения медицинского обслуживания населения, материально-техническая база, привлечения врачей. Для того, чтобы медицинское обслуживание населения Московской области находилось на высоком уровне, а это значит увеличение продолжительности жизни, качества услуг, ранее выявления антологических заболеваний, экстренная и быстрая помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, которые уносят. Основной их часть является причиной основной части снартений. Ну и все другие направления, педиатрия, участковые врачи. Это приоритеты, которые губернатор ставит перед правительством Московской области, главным муниципальным образованием, перед теми, кто отвечает за жизнь в Подмосковье на ближайшие пять лет. Также в Подмосковье планируется создать современную систему утилизации и переработки мусора. Соответствующая работа ведется в рамках приоритетного проекта «Чистая страна». На сегодняшний момент строится уже 5-6, наверное, мусоросортировочных заводов в территории Московской области. С 2022 года планируется построить еще ряд мусорожигающих, больших комплексов. Потому что больше терпеть, скажем так, ситуацию, которая сейчас, с полигонами, с сваливанием мусора, просто землю, грубо говоря, конечно же, уже никакой возможности нет. До 1 сентября текущего года в Раменском районе необходимо благоустроить 42 дворовые территории, отметил глава района в ходе совещания. На прошлой неделе Андрей Кулаков посетил поселки Дружба и Электроизолятор, где после комплексного благоустройства состоялось торжественное открытие дворов. Самое главное, выполнено очень качественно, с душой. Айси Андреевич, я хочу вас просто сказать, молодец, потому что можно благоустроить по разуму. Здесь виден подход творческий, комплексный. А с учетом того, что мы показали по проекту центральной площади, конечно, если это реализовать, то это будет, конечно, большой пример для всех. И не только в Раменском районе. Я думаю, понятно, что нам все нужны деньги, понятно, что Кудинцовское поселение не самое бедное у нас поселение, и есть, как говорится, где развернуться. Но тем не менее. В ходе выездного заседания представители администрации оценили и план выполнения еще одной программы – ремонт подъездов. Подъездов у вас еще много в ремонте, должно быть отремонтировано. У вас план достаточно серьезный, я понимаю, в сложности все проблемы, но это наша задача, и она на самом деле действительно благодарна. Ну, то есть, эта работа благодарна. Потому что, конечно, после того, какие подъезды там иногда бывают, все расписано, облезло, темные, со сбитыми стеклами, здесь, конечно, после ремонта, пусть он и не такой прям уж геевый ремонт, как говорится, но тем не менее, все аккуратно, чистенько. Большая работа по благоустройству запланирована и в городе. Однако для того, чтобы уложиться в указанные строки, необходимо ускорить конкурсные процедуры. Также глава района сделал акцент на ямочном ремонте дорог. Далее отчитались представители экстренных служб. Два грабежа, один раскрыт, две кражи, обе раскрыты. ДТП 81, два с летальным исходом 482, административных правонарушений пресечено. Также выявлен цех по разливу алкогольной продукции граждане водовременной ВВС. По мероприятиям массовым на неделю предстоящую футбол и два митинга. Личный состав готов к себе. Антон Карташов и Екатерина Алфимова для программы «Городские вести». Продолжение следует...